Сигейм. Правила игры. Устное управляемое. Это вам ничего не горит. Автор пакета. Кинопоиск HD. Дата создания 19 февраля. Января 2021 года. Подлагаю вашему вниманию темы сегодняшней игры. Игровой 2020. Игры серии Метро. Книги. Кривой пересказ. Любовь. Смерть. Сериалы. Модуль. Топи. Мультики для взрослых. Мультики для детей. Языком зануд. Сериал Топи. Угадай актера по карьере. Угадай группу цитати. Угадай сериал по музыке. Заставь. Угадай фильм по стоп-кадру. Урок литературы. Воу-воу-воу. А это что? Дина Кандылаки? Так что, сэр. Все. Let's go. Первый раунд. Опять этот. Глуховский. Автор игры. Владимир Хиль. Тут иногда нужно будет паузить, потому что он подвисает. Но это нормально. Игры серии Метро. Книги. Сериал Топи. Модуль Топи. У нас в первом раунде будет 4 темы. Дальше количество тем будет увеличиваться. И они будут более разнообразны. Итак, пускай первым ходят. Я думаю, что молодые люди не против, если мы дадим возможность ходить. А я бы дала, кстати, возможность первую Косте, потому что он с нами первый раз играет. Вообще первый раз в своей игре. Хорошо. Итак, игру будет начинать Дина Блинчик. Поехали. Господин ведущий, что за предвзятость? Вы что, пристрастны? Я уже выбрал. Просто я не могу поменять. Блин, ладно. Так, ну давайте-ка начнем с нашего нового сериала Топи. Я уже посмотрела три серии. Надеюсь, вопросы по ним будут. Мне пока все очень нравится. Блин, а если я из тех, кто ждет весь выход серии, а потом все смотрит? Ну, получается, ты не ответишь. Алиса, включи фоновую музыку. Господин ведущий, я не могу воткнуть свой палец. Включаю фоновую музыку. Что-нибудь сделаете с этим, господин ведущий? Я тыкаю, и ничего не тыкает. Итак, что в смысле ничего не тыкает? Ну, я нажимаю сериал Топи за 200, и он не нажимается. Может быть, вам нужно нажать? Так, конечно, да. А, все, нажимай, давай, все. Ты можешь нажать? Да, нажал. Есть. Я забыл нажать. Кого первым делом увидели герои сериала, когда добрались до деревни? А кого? Ну, водителя, который за ними приехал. Мне нужен более подробный ответ. Да ё-моё! Ну, такой здоровый водитель, с которым они потом еще попали в некую неприятную ситуацию. Описывать более конкретно не буду, чтобы это не стало спойлером. Трансфер, в общем. Он назывался трансфером, который забрал их. Ответ неверный. Алексей, это спойлеры. Дина спойлерит. Ребят, мы специально с Костей не отвечаем, чтобы вам не спойлерить. Нет, что такое? Алексей или Константин. Мы к вам относимся очень хорошо. Я пас. А, все, подождите. У меня здесь, почему-то здесь стрелочку постоянно нужно. Кто-то еще ответит на вопрос? Все, я привык. Минус 200. Нет, я тоже пасту одну, я не буду спойлерить. Так это не спойлер, это же не спойлер, ребят. Ну, как сказать? Ну, как сказать? Итак, правильный ответ деда с заклеенным глазом на скамейке. А, имелось в виду, когда они в сами топе попали. Я подумала, когда они только приехали туда вообще на местность. Отличное начало, Дина. Минус 200. Да, она тоже думала, что таксист, на самом деле, вот это сначала, ну ладно. Минус 200. Идем дальше. Почется, разминировал таксиста. Игры серии метро 300, кто выбрал? Не я. Ну, давайте я выбралась. Автоматом, потому что я назвал дальше, случайно, я думал, подвисла. Просто она очень странно работает, надо немножко привыкнуть к ней. Итак, игры серии метро за 200. Скажите, пожалуйста, кто будет отвечать? Не я. Аликсей. Слушайте, это не так работает. Сначала вопрос задай, там, предыдущий. Предыдущий, ты давай там, предыдущий, ты что там, давай, стыдись. Все, давай, вопрос, мы нажмем. Я хотел сначала, чтобы выбрать маке. У нас же кнопка есть. Погнали. В каком году вышла первая игра серии метро? А приблизительно можно? Седьмой или восьмой. Книга, смотри, сама книга 2005. Алексей уже нажал. Алексей, ваш ответ. 2009. Нет. Так, книга 2005, переиздание 2007. Ну, я попробую. Может мне нажать? Попробую. 2008. Нет. Закрель. У тебя есть 15, даже меньше. Костя, ткни тоже, давай, 2010 возьму. Пусть 2010 возьму. А, стоп, я должен нажимать красную кнопку, чтобы... Да, ты, к сожалению, не нажал. Ладно. Итак, у нас Дина минус 500, Алексей минус 300, Константин ноль. Ну, найстрай, НТ, Константин, НТ. Хорошо, я не просил. Блин, а зачем я всем сказал, в каком году книга вышла, если там еще есть серия вопросов по книге? Да, мы не запомнили. Это было недальновидным решением, недальновидным. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас. Ну, подгружается. Ну, мы неспешно идем дальше. Итак, сейчас кто у нас, Константин, я так понимаю, выбирает, да? Я делаю выбор, давайте возьмем книги. А, ты делаешь? А почему ты у меня не помечаешь? Я не знаю. Окей. Как это работает? Окей, Дина выбрала книги за 100. Так, Костя не нажал. Понял. Никто же не дал. Как называется самый крупный проект Дмитрия Глуховского, где он объединил множество писателей со всего мира? Крупный проект, где объединил множество писателей? Давай, Диночка. Давай. А что, нет, я не знаю ответ на этот вопрос, ребят. Кто-то знает? Множество писателей. Может быть, чат? Союз. Реально? Ну, это была вселенная метро 2033, да. Я хотел доказать. А какой-то странный вопрос, он с подковыркой. Он довольно простой, да. Да, конечно, метро издалось там на тысячи языках, по-моему. Ой, в тысячи... А, это имелось в виду? Это имелось в виду. Перевели или что? Ну, нет, я к тому, что по охвату, по охвату, то есть это мировой проект, грубо говоря, там получился в итоге. А, я просто не поняла формулировку. Так, это опять Дина выбирает у нас? Похоже, да. Да, товарищ ведущий, я буду отвечать ровно до тех пор, пока кто-нибудь не даст правильный ответ. Согласен. Давайте еще вернемся в мою деревню тоже. Спасибо за вопрос. Вопрос без риска. Самое слово. Итак. Вопрос без риска. Вопрос без риска. Он без риска для всех или только для Дины? Он только для меня. И только я на него отвечаю. Ребят, здесь разные вопросы будут. Будет задан, когда наш товарищ ведущий нажмет? Да, я нажимаю. Смотрим. Так. О, 400. Ну-ка. И 400? А, это тебе, да? Случай верно. Ответа получишь. Где по сюжету находится деревня Топи? Назовите область. Дина, сколько серий ты посмотрела? Я все три посмотрела. Ты примерно помнишь, что область? По-моему, по-моему, Рязанская область. Мне кажется. Какая? Мне кажется, что Ярославская область. А мне кажется, то ли Тульский, то ли что-то такое. Ребят, вам нужно отвечать по очереди, иначе вы можете подсказать друг другу. Слушай, но у меня воспоминания, что они направлялись в Ярославскую область. Нет, это неверный ответ. Еще варианты от других участников игры. А, у нас... Подождите, подождите. А у нас... А это вопрос без риска. Да, это только без риска. Иди нарезкнула и ответила неправильно. В Архангельской области, друзья мои, в Архангельской области происходило действие сериала Топи. Идем дальше. Всю ночь ехали на поезде. Итак, опять Дина, получается. Дина, давай рискнишь что-нибудь посложнее. Мне кажется, ребята знают ответы на сложные вопросы. Да? Да. Давайте возьмем модуль Топи за 500. Модуль Топи за 500. Ну, давайте посмотрим. Вопрос с секретом. Дина, кому ты отдашь вопрос? Так, ребят, кто желает? Константину. Ну, давай, 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 хорошо, давай. Я рискнула. Давай, Константин, отдаю Костю. Константину, да? Да. За 500. Чтобы у тебя... Константин, и вам достается один вопрос с секретом стоимостью 500 баллов. Смотрим вопрос. И... Рот вымерших человекообразных обезьян, живших в Азии от 10 миллионов лет до 2000, 200 тысяч лет назад, челюсти которых были в два раза больше, чем... Ё-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Дмитрий, давайте. Астралопитеки может быть? Я вот тоже думаю, нечего... Я тоже думаю, нечего... Ну, я тоже думаю, нечего... Какие-то австралопитеки, как вариант, да. Скорее всего. Итак, какой твой ответ? Пусть будет австралопитеки. Я не помню все остальные названия. Это первое, что пришло в голову тоже. Как ты сказал, не услышал? Австралопитеки? Нет, это не австралопитеки. Астралопитеки. А, австралопитеки. А, австралопитеки. Либо... Вот это гигантопитеки. Правильный ответ. Осторожно, это значит, Дмитрий Левец. Да, да, неверный ответ. Гигантопитеки? Да, минус 500 очко. Прикольно. Добро пожаловать, Костя, к нам. Да, 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 Костя. Хорошее начало. Гигантопитеки. Мне кажется, выиграет тот, у кого минус меньше будет. Да, походу. Итак, Константин, по-моему, насколько я понимаю, сейчас выбирает. Да, я выбираю, я выбираю. Так, я выбираю сериал топи 300. Что было наклеено на ларьке, когда Максим и остальные оказались на станции? Ой, там было очень много объявлений о пропаже людей. Да, жалко, что нажала я. Блин, да, я хотела ответить то же самое. А Дина хитрая. Константин, хочу себе сказать на будущее. Да, это правильный ответ, но пока идет время, хочу сказать, Дина очень хитрая. Она использует вот так вот новичков, когда игроки говорят ответы, она потом называет. Будь осторожен. Это ложь, я тоже самое ответила бы. Будь осторожен. Да, Дина, это верно, но я бы не засчитывал вам баллы, если честно. Нет, хорошо, все. Я сам не вижу, что она мыла. Итак, Дина, выбирайте, пожалуйста, следующий вариант ответа, вопроса. У меня ощущение, что наши ведущие предвзят. Ну, давайте, давайте метро. Спасибо. На какой станции метро жил Артем в начале повествования? Чатик, вы знаете это? Чатик должен знать. Чатик, кто читал, кто знает? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так вертится, так вертится. Я попробую. Давай. Ух, Джастнер гений какой-то. Ну, блин, 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 блин. На АМ начинается, нет? По-моему, нет, по-моему, на Комсомольской, по-моему. А может быть, и она. А мне кажется, блин, ладно. Там, где вокзалы, на Комсомольской. А, подожди. Это окончательный ответ? Кажется, это неправильно. Может, Кропоткинская? Нет, по-моему, нет. Я тебе дал возможность, все равно нет. По-моему, что-то масштабнее, нет? Смотрим дальше. Ну, точно не театральная. Нет. Вы сейчас, у вас сейчас не идет время, да? Вот сейчас идет дальше. Попробуйте там какую-нибудь Новокузнецкую разминировать. Я не знаю, охотный ряд. Время кончилось. ВДНХ правильный ответ. Точно, точно, да, точно. Я забыл. Джастнер у меня в чате первым же просто выстрелил еще до того, как подсказка появилась. Красава. Я забыл. Да, у меня чатик тоже ответил. Чатик у меня тоже ответил. Итак, Дина. А что чатик можно открывать, подождите, Став? Нет, нет, чатик нельзя открывать. Это на твою совесть, типа. Ну, ты можешь его открыть, но... Модуль топи 100. А что сделал Герасим с Муму? Ну, таки пью. А почему я... Я больше не спил нажать, опять же, что? А как он нажимает? Она чуть обузит. Я потом расскажу, как делается. Да что за... Подождите, подождите. Я уверен, что ведущий предвзят. Стойте, а когда из вопросов в миллион IQ мы скотились к этому вопросу? Это был, Алексей, вопрос за самое небольшое количество баллов, за 100. Тут такие вопросы, действительно. Ну ладно. Как это, Алексей? Не усложняйте. Я не буду. Держи кнопку на пульсе. Итак, Дина. Блин. Выбирайте. Давайте еще в метро вернемся. Вообще, я играла... Я проходила и первую, и вторую части. Метро. Так. Динни Безумная везет. А, 243 Last Light. Вопрос без риска. Ну, я плохо запоминаю детали, к сожалению. Так, вопрос без риска. 600. Окей, вопрос. Во вселенной метро было много различных мутантов, но есть один вид, который запомнился каждому. Они никогда не нападают на героя по одиночке. Только стаи. Быстрые, ловкие, очень пугливые. Как их называют? Это ГГ. Это не ГГ, потому что вопрос без риска. Остается 8 секунд. Быстрые, ловкие, очень пугливые. Ну, там было множество пауков. Я не смотрю в чат. Я уверена, что чат знает. Я не подглядываю. Какие-нибудь... Крыски или пауки. Ну, давай я возьму... Блин, хотя стаи пауков так не говорят. Ну, давай... Стая крыс говорят. Крысюки. В общем, крысы. Крысюки? Да. Нет, Дина, это не крысюки. Этот же вопрос дальше нет, поэтому я могу сказать правильный ответ. Правильный ответ Кикиморы. А у меня в чате кто-то ответил, кстати. Да, один ответил. Но так как вопрос... Да, у меня сейчас что-то тоже много, кстати, народу написало. Да, тоже ничего. Короче, Дина, минус 900. У тебя вопрос без риска? Минус 300, минус 0, да. Ну, ты не рискуешь пока, окей. Идем дальше. Дмитрий, если вы смотрите эту передачу, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Я надеюсь, что Дина сейчас не смотрит эту передачу. А мне кажется, Дмитрий отмечает на вопросы вместе с нами. Итак, Дина. Давайте книги. Назовите название романа Дмитрия Глуховского по краткому описанию сюжета. Действие происходит в Европе спустя 300 лет после изобретения вакцины, полученной с помощью генной инженерии. Способная остановить процесс старения. Цена этого отказа детей на личном и государственном уровне. Я вопрос озвучил, теперь можно. Теперь можно. Будущее. Ты читала это произведение? Нет, не читала. Откуда знаешь? Это она вопроса готовила. Знаю. Да, это будущее. Но, тем не менее, из минусов тебе пока не удается выбраться. Я смотрела интервью Дмитрия у Дудя. Алексей и… Да. Можно Зак или Зак Виль? Да, можно Зак, либо Костя, как хочешь. Костя, Зак и Алексей. У нас пока шоу превращается в кто хочет стать миллионером с Диной. Вы что-то сделаете? Подождите, мы… Пока мы в долгах, подожди еще. Мы все в минусе. Подождите, пока никаких миллионеров здесь нет. Пока все в кредит играют. Хорошо. Идем дальше. Дина по уже сложившейся традиции выбирает вопрос. Ребята, давайте тогда общую тему возьмем, которая кроется у нас под модулем ТОПе. Давайте попробуем. Ага. Устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определенной заранее заданной траектории? Ну что, я нажал. Я тоже нажал, кажется, да. Я нажал. Да, это Константин. Пусть это будет навигатор, либо GPS, что-нибудь такое. Нет, это неправильный. Ну давайте, Алексей, вы тоже нажали, удачи. Сейчас я должен ответить? Нет. Нет, вам нужно что-то ответить. Я увидел в чате теперь, что это было. Итак, кто-то нажмет, кто-то рискнет? Нет, я не знаю. Я думал GPS тоже. Ребят, ну это автопилот. Это автопилот. Ну это из-за взрыва тех определений, которые ты прекрасно знаешь, но они тебе не придут в голову тут же. Возможно, этот вопрос даже переоценен, его можно было и за 100 сделать. Нет, я хотел назвать Яндекс-навигатор, но... Ну вроде другая интеграция. Ну ладно. Почему вот? Нет. Ой, Дмитрий, вы хотя бы интеграция-то? Ребят, я не знаю, что происходит, у меня опять вопрос без риска. Сорян. Ну ясно. Давайте, Диночка. Посмотрите, вопросов, а почему все для Дины? Так я говорю. Она в соло играет в рейдинге. Давайте. Вопрос. Не многие знали, но помимо романов в портфолио Дмитрия Глуховского присутствует и комикс, который писатель издал в дуэте с Элей Ицкевич. Опа. Скажите название графического романа. А Илюха знает об этом, интересно? Интересно, чат хотя бы знает, если даже Дина в чат посмотрит. А я могу чуть подсказать, это очень на название игры похоже, Дина. На название игры? Да. Да, 600 баллов, давайте подскажем, конечно. Так, игра у нас метро. Похоже, но не так же, да? Может быть. Время кончилось, ваш ответ, Дина. Так, я воспользуюсь подсказкой ведущего и отвечу метрополитен. Нет, это неправильный ответ. Правильный ответ аутпост. Ого. А игра? Да блин, Дмитрий! Я подсказал как мог, но мои подсказки не должны быть очевидными. На название игры, на название любой игры, как оказалось. Ну, да. А, стой, знаешь, про что он подумал? Про Outlast, мне кажется. Да, конечно, да. Про Outlast. А почему-то Outlast? Ну, Outlast, аутпост, похоже, игра слов просто. У нас тут метро. Ну, давай дальше, давай дальше. Итак, Дина, выбирай. У тебя время идет, Дина. Давайте сериал топе, осторожно подслуживать. Как правильно называлась деревня, на которую Катя обратила внимание? Это я помню. Отвечает. Как? Мудьюга. Да, это правильный ответ. И 400 баллов достается Дине. А почему Дине минус 600? Потому что на Санкт-Петербурге стоит ледокол Мудьюг. И я, когда его видела раньше, все время хихикала. Мудьюг. Ладно, извините. Итак, из минусов у нас удалось выбраться только одному человеку из трех. В принципе, статистика жизни, ребята. Нормально, нормально. Идем дальше. Да. Так всегда. Дина, выбирай. Ребята, ну кто-нибудь ответьте правильно, чтобы уже я перестала выбирать. А то мне неловко. Хорошо, давай. Неловко и отвечает. Продолжает. Исторический жанр, представляющий собой годовую более или менее подробную запись исторических событий. Ну, сорян, летопись. А, я же нажал тоже, да. Ладно, да. Ну, сорян, летопись, главное. Да, это летопись. Подождите, она сказала, ну сорян, летопись, а не просто летопись. Поэтому как бы ладно. Тогда отменяем. Окей. Джастнер, это не утопия. Ребята, все нормально, Дин. Смотрите, я так поняла, что во всех ответах по последнему, по последней теме... Есть утопия, да, в середине. Да, 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 внутри. Давайте добьем. Вопрос без риска. Ну да, ну конечно. Давайте добьем. Вы добьете, Диночка, добьете, вы начали, вы добьете. Алексей, вам нужно объединиться, мне кажется. Сложите, пожалуйста, наш балл. А, не, не надо, не надо. Вид многолетних травянистых клубненосных растений рода подсолнечных семейства Острова. Топинамбур? Растение... Как ты меня назвала? Топинамбур. Ассу. Серьезно? Откуда ты это знаешь, Дина? Это что вообще такое? Ну, топинамбур получается. Ну, окей. Ну, видите, не очень много растений начинаются или имеют модуль топи, поэтому тут как бы... Согласен, согласен. Смотрите, ребят, давайте скажите мне, что выбрать. А, уже так даже. А какая разница, Дина? Да без разницы уже выбирай. У тебя сейчас вопрос без риска будет. Вопрос без риска. А, ну да, вопрос без риска. В принципе, давай, Дина, давай, Дина, давай, Дина, давай, Дина, давай, Дина, вопрос без риска. Можешь все ставить. А, ну, тысяча, конечно. Тысяча. С какой киновселенной Дмитрия Глуховского связан сериал ТОПи? Назовите название фильма. Киновселенной? Киновселенной. Да. Алиса, хватит. Алиса, включи бит. Название фильма. Алиса, хватит. Ничего не приходит в голову. Мне даже в чате еще никто не написал, по-моему, правильный ответ. Вы попарились. Разве он связан именно с какой-то киновселенной? Итак, Дина, какой ответ? Я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос. Можно предположить, что это утопия, пишут все просто. Нет, это сера. Это сера, на самом деле, она действительно фигурировала в некоторых описаниях фильма ТОПи. Поэтому, да, есть такое. Сера? Сера, да. Сера? Да. Сера. Итак, Дина, минус тысяча. Ну, не минус тысяча, а просто ты остаешься в нуле, естественно. Сера, да. Просто сера. Итак, Дина, выбирай. Выбирайте. Уже по сложившейся привычке. Алексей, что вы хотите? Традиции. Там мне уже, давайте игры. Давай, вопрос с секретом. Там у нас все равно сложные остались. Давайте игры зашли. Ну, вопрос с секретом. Что? Что за вас? Ну, это Алексей, это Алексею. Так, Дина, ты сейчас... Да, в прошлый раз я отдавала Константинова, а теперь Алексею. Да, давайте. Отдавай, Алексею. Отдал Алексею. Отлично. Алексей, внимание, вопрос, который поможет вам выбраться. Из минуса. Мг? Стоимостью 400. Мг? В игре «Метро-2033» у главного героя Артема было множество спутников по мере развития сюжета, которые сопровождали его по мрачным туннелям и улицам разрушенного города. Как звали самого первого спутника? Первого? Первого. Первого. Если я не ошибаюсь, это был... Вы пьете, Алексей? Да. Я понимаю, про что вы говорите. Спасибо за подсказку, Бурбон. Да, это правильный ответ. Ни в коем случае не подсказывал. Нет, сейчас я не пью, я до 15-го не пью, а вот потом да. Так, ну и Константин, остается тебе выбраться из минуса теперь. Да, было бы неплохо. Выбирайте вопрос. Их оставались всего три. Метро, метро добьем. Метро, ну выбирай. Выбираю. Вопрос без риска, Алексей. Замечательно. А что такое? Без риска, есть вопрос. Вопрос без риска, Алексей. Итак, сам вопрос. Девушка Анна, напарница, а в будущем и жена Артема, один из самых ключевых героев игры. Фанаты игры должны с легкостью ответить дочерью, какого не менее важного героя она была по сюжету. Надо имя его назвать? Ну, либо погоняло. Или кличку. Мельник. Абсолютно верно, Алексей, откуда вы знаете это? Ну, потому что мы проходили. А что творится-то, а? Алексей-то набирает обороты. Ну ладно вам, это же дефолтный вопрос. И нам надо было за 100 за 100. Алексей, куда разогнались? Куда разогнались? Ну типа, серьезно. Выбирайте. Давайте книги за 400. По одноименной книге Глуховского была экранизация. Жертва полицейского произвола вершит суд с помощью смартфона. В каком году вышел фильм и как он называется? Ой, там год нужно? Да, нужен год. Я приму только с годом. А, ну уже недавно. 20-й, 19-й? 20-й? Алексей, отвечай, Дина. Точно не 20-й. Блин, 19-й или 18-й? 19-й. Так, я смотрела его уже на проекторе, но он к тому времени, какое-то время назад вышел. Уже скандал. Три секунды. Я возьму 19-й, 19-й год. А название фильма? Текст, текст. Да, это правильный ответ, Дина. Молодец! Классный фильм, кстати. Я не могу не нажимать паузу, потому что не будет скипать один пример. Ну, я отрывок смотрел с этого фильма. Итак, Дина, последний вопрос за вами. Книги 500. Выбирайте. Выбрала, ну, точнее, не нажимается. Нажалось. Давайте. Вопрос со ставкой. О, ребята, это может изменить все. Давайте, 700, Костя. Минус 700. Алексей, хотите рискнуть? Я? Нет. Сейчас будет больше тем, ребят. Я хочу закончить хотя бы этот раунд в плюсе, Диночка. Итак, ставка. Если честно, я тоже боюсь рисковать. А, меньше 600 не поставить. А, меньше 600? А, и мне обязательно нужно поставить, представляете? Давайте, Диночка, пожалуйста. Не будем даже вас перебивать. А, 500. Мне получилось поставить номинал. Алексей, ваша ставка. А, почему я 100 набрал? Алексей, 600, это было гениально. Эй, у вас играет неправильно. Я 100 набрал. В принципе, вы даже не выездли от весь день, не выиграете. Ну, и Константин, я думаю, что... Так это только первый раунд. Ваша ставка не сыграет роль в Миле. Да, пчела. Алексей переживал, что ему редко удается ответить в этой игре, потому что я все время вытаскиваю вопросы. Давайте, давай, давай. А почему Дина опять Станя ставит? Так, потому что это ставки. Давайте предоставим Алексею возможность. А, что ты, жук морской. Посмотри, как хитро, Алексей. Это был план изначальный, понимаешь? И Алексей играет за 600. Играет Алексей за 600. Бродячий музыкант-флейтист, сын товарища Москвина, главный красной линии. Ненавидящий отца флейтист пытается сделать людей счастливыми с помощью музыки. О каком герое романа «Метро 2034» идет речь? Его не было в игре. Мне достаточно назвать его имя. Это я не знаю. Пусть это будет Сергей. Нет, Алексей. Это не Сергей. А кто? Это Леонид. Ну, жаль, я был рядом. Это Леонид. Итак, у нас в течение первого раунда у Дины 1800 очков, у Алексея 500 очков и у Константина минус 700 очков. Надо Костю вытаскивать. Второй раунд. Сборная. Мы уже видели, как вот это. Я буду, да, там надо балл в плюсах. Оказывается, в этой игре, я понял, да, это все. Так у нас сериал топи, я и потопила. Да, там. Алексея. Тема игры. Любовь и смерть и сериалы. Игривый 2020. Кривой пересказ. Реально. Мультики для детей. Угадай игру по цитате. Костя, наш. Угадай актера по карьере. Итак. Кто начинает? Я в Косте, я думаю. Да, Илья. Да, начинает Константин. Потому что у него меньше всех. Давай, Костя. Давайте угадай игру по цитате аудио за 400. Ого. Звучит, кстати, классно. У вас цитата должна быть слышна, у меня, скорее всего, ее слышно не будет. Я запускаю. Надеемся. Жизнь за Нарзула. Я ничего не слышу. Нужно построить Зекура. Я нажал. Я нажал. Я тоже. А кто первый? Кто первый нажал? Я... Сейчас нажимайте. Варкрафт. Там главное нажимать, когда полоски желтые, понимаете, идут только тогда. Варкрафт. Алексей, это... А у вас все было слышно, да? Да, это верный ответ. Это верно. Да, самая жизнь за Нарзула и так далее. Это было. Я мог и третью часть... Кость, короче, расскажу тебе теперь лайфхак. Слушаешь, когда музыкальные вопросы... Ну, поскольку Дина наступит, я решил присоединиться к ней. Когда музыкальные вопросы, нажимать надо после полного звучания. Я понял. Да, ждите полного звучания. Окей, там просто кнопка активного нескольких раз, но... Да-да-да. Итак, у меня регулятор громкости включен, но я ничего не слышала. Дин, да ничего страшного, да, ребятам ответить тоже. Да, Диночка. А у тебя звук самоигре включен? Да-да-да, регулятор громкости проверила. Так, Алексей, выбирай. Хорошо, давайте угадайте игру за 200. Большинство людей полагают, что время — это как рекорд. Я поняла, я ничего не слышал. В одном направлении. Но я видел истинное лицо времени. Расскажите мне, что там происходит. Я жди, жидеть вас. Они ошибаются. По-моему, я знаю, что это. Итак. Знакомая. Это... Ты не нажал еще, вы не нажали еще. Я играл в это точно. Я нажму, по-моему, это пески времени, нет? Принс Персии. Да, это правильный ответ, это Принс Персии и пески времени. Наберете, ребят, как разыграете эту тему, ладно? Подожди, стой, Дин, ну давай, вот смотри, у тебя слева. Регулятор громкости, все хорошо. Да, у меня на максимум выкрут. А там опции там бывает, бывает, что не слышно. Диночка там очень тихо слышно, правда. У меня все на максимуме. Мне не один, это бывает, это бывает лагает. Тут ничего не сделаешь. Но тут осталось три вопроса, не факт, что они сейчас будут, поэтому... Ладно, ничего, хорошо, давайте. Алексей, выбирайте. А он сам выбрал. А я случайно выбрал. Тише. Тише. Я снял палец со спускового крючка. Я понял, что это закончено. Время пошло. Я нажал. Конечно же, это Макс Пейн. Алексей, что вы творите? Вы нагнали почти Дину уже. А у меня даже чат не угадывает, прикиньте. Я не играл в него. Просто в пятом. Это самый такой, знаете, момент. Он жесткий такой в игре был. Даже чат не угадал. Так, Алексей, выбирайте вопрос. Так, давайте выберу вопрос какой-нибудь. Давайте, Диночка, угадайте актера по карьере. По картинке. По картинке, извините. Ну и по карьере тоже. Источник темы, художник Джефф Виктор. Смотрим. А будет показано, интересно? А, тут нужно паузу, наверное. Да, вот. У меня нет картинок. Мне, наверное, нужно перезайти в игру, я не знаю. Это Джонни Депп. Я не знаю. Нажми, нажми, Костя, нажми. Я же нажми. Вот сейчас, да. Я нажал специально. Это Джонни Депп, верно? Это Джонни Депп. Да, это Джонни Депп. Дин, если тебе было интересно, это был Джонни Депп. Чат, может, советовать от нас? Что сделать, если в своей игре не прогрузились звуки и картины? Да, там, по-моему, не поможет. А перезайти в игру? Ты можешь переконнектиться в вопрос или он не сможет перезайти в игру? Я вот, кстати, не знаю этого. По-моему, а подожди, в настройке. Что тут в настройках есть? Приложение, тема, прочие правила игры. Приложение. А посмотри микшер самой винды. Может быть, у тебя в Windows просто выключен звук, нет? На игру. Нет, у нее картинки тоже там, да? А, ну да, стоп. В конце оставим, когда уже будет понятное количество баллов. Выбираемся с ямы. Имба. Это лаги самой. Итак, Константин. Да, это не... Поехали. Давайте мультики для детей за 600. Дина, пусть поучаствует с нами в игре, все-таки. Вот. Если у нее картинки будут видны. Итак, мультики для детей. Вопрос с секретом Константин. Себе берите. Вы можете отдать его день. У нее, скорее всего, опять не выведется. Вопросы, она получит минусы. Вы будете уже ближе к ней. Как говорила Дина, топить надо. Пусть будет Дине, да, поскольку она не участвовала, вот не участвует в последних двух линиях. Окей. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Сейчас она оторвет еще дальше. Диночка, Диночка, мне написали. Попробуй перезайти. Диночка. Попробуйте перезайти. Попробуй перезайти из браузера. Ну, давайте сейчас я тогда отвечу на это и перезайду. Ну, давай. Полностью говорят, надо перезайти в браузера. Итак, ты отдал вопрос Дине, да? Тебе нужно выбрать, Костя, кому-то. Ты к ней. Ты к ней выберешь. Окей, вопрос с секретом, Дина. Мультики для детей стоимость 600. Итак, вопрос. Говорят, рождественские истории вышли из моды. Говорят, традиционная 2D-анимация мертва. А мультфильм 2019 года берет и опровергает оба эти утверждения. Назовите профессию главного героя этого мультфильма. Профессию? Интересно, у нас Санта-Клаус является профессией. Подожди, а главный герой не Санта-Клаус, если я не ошибаюсь, нет? Алексей, вы хотите подсказать? Я правильно понимаю. Не-не-не. Главный герой не Санта-Клаус, Дин. А что за мультик 2019? Мне кажется, я знаю. А можно отвечать, да, или нет? Сейчас ответьте, Дина, потом ты можешь ради интереса. Итак, Дина, какой ответ? А, ну ради интереса, ладно. Черт, ладно, давайте подумаем. 2019, профессия героя. Какая-нибудь такая часто встречающаяся, может быть, профессия-профессия. То есть человек работает, может быть, какой-нибудь. Что-то из обычных профессий прямо. Да. Может быть, работник офиса. Нет, это не работник офиса. Менеджер-программист. Нет. Алексей. Если я правильно думаю, если это тот мультфильм, про который я думаю, то это «Почтальон». Что за мультик? Санта-Клаус. Клаус он просто называется, по-моему. Да, это правильный ответ «Почтальон», но, к сожалению, дает его не Дина, а вы, поэтому баллы ей не начисляют. Так, давайте я сейчас тогда попробую. Дина, я жду, давай попробую. Главное, чтобы у меня тут все, ничего не сломалось. Запомни, если что, что у меня 3450 баллов. Сколько? Тебя 1 на 1200 баллов. Тебя 1 на 1200 баллов. Слушай, Дима, о чем ты говоришь вообще? Тебя 1 на 1200 баллов. Нет, 3850. Забавно, что я из этого мультика смотрел только трейлер. Я выбирал, чтобы посмотреть на стриме. И вот этот мультик «Клаус», говорят, очень крутой. Но я его так и не посмотрел. Но персонажа этого я помню, вот этого мужичка худенького такого. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко. Спой нам от души, что-то расскажи. Так, сейчас я поставлю музыкальное сопровождение. Дима, слушай, а нет, я вижу. Пароль тот же. Пароль не успел поменять. Какой же пароль? Я ТЕБЮ. Л, Л, ПАШИ. Что? Оп. Ой, даже бабы, походу, остались. Да, все осталось. Дина, ты готова? проверим давайте попробуем да буду ли я видеть да и так вопрос выбирает дина как раз вот попробуй секундочку минус по и на времени давайте возьмем актер картинки для проверить да давай появилась назовите имя актера время пошло мэтт дэймон алексей нет это неверный ответ ты ответил алексей неверный ответ время пошло константина есть 89 секунд остается 6 права сверху я не знаю кто это это я увидел марсианина и думаю и там про военный фильм был думал это мэтт дэймон боже алексей тем не менее остров 1300 очков что нас . больше чем у ладно я мог ответить но это грустно чел ну ты чего пишут в чате да и извините ну реально я не посмотрел на вот эту скамейку я даже играл того актера в своих обзорах жаль ладно дина и процессе мы можем нет такого пункта мы можем есть 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 такой пункт я захожу приложение давай сделаем так я включу сейчас демонстрацию экрана дискорде и ты будешь подсмотрит там картинки и все например хотя бы но это и надо ну да на второй кондук тенда вывести как вариант но если прям не получается зайду попробую и давай же а с браузер один зайди тогда да да я сейчас видел форест гампа но это уже было когда видел форест гампа думал что ты сказал дурачок что ты сказал ладно забыли 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 итак фильм и сериал аликс ну даже очки сохранить и так так динчика кто-то выбирает алексей выбирает да алексей пожалуйста наверное ну давайте попробуем а нет нет кости может и они не можем 11 за 600 пожалуйста актер может выбрать дина или мне нужно еще раз так нажать на кнопочку но у нее время как будто бы не пошел кстати ну тогда когда я актера по карьере вопрос со ставкой вопрос со ставкой и так вам достается вопрос со ставкой дина ваша ставочка я должна поставить а тут номинал давай номинал 800 окей алексей ваша ставочка алексей выпас констанция игра сзади играет дина блин за 800 знаете на нет очков назовите режиссера у меня картинка появилась теперь главный режиссер я уверен что вы смотрели эти фильмы но я не уверен что вы знаете этого режиссера узнают мне кажется нет вас остается 10 минут ой секунд гильермо дель тора да это про я вижу там фавна да это гильермо дель тора и хелл бой и так у вас 2000 очков дина и вы выбираете вопрос фух 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 я вижу вопрос и вижу картинки ласка камбэк так погадать давайте кто ты как бы не отставал кривой пересказ усатый трубачист поисках женщины обносит замки один за другим а я знаю это марио супер марио да это верный ответ супер марио идем дальше ладно окей выбирайте дина вопрос игры вы 2020 по нам или джуди что нужно сказать игру а нам или джуди игру надо назвать или что а нам или джуди ребят есть мысли засчитывается любой ответ вы никогда не на не ответили джокера жавушка локера и так идем дальше дина прикольно любовь смерть и сериала а кому главный герой сериала как я встретил вашу маму рассказывает историю судьбоносной встречи я не знаю детям своим детям рассказ дина дети да это правильный ответ сыну и дочери если быть точнее убийца дальше дина выбираем ну в этом плане мультики для детей прикольненько вопрос без это я уже видел говорят студия pixar придумывает свои мультфильмы пользуясь формулой а что если бы у x были эмоции и мультфильме головоломка эта формула замкнулась в круг потому что эмоции появились у этого что и слушайте такой классный мульт вообще эмоции появились у эмоций собственно говоря там грусть радость страх гнев да абсолютно точно правильный ответ прикольный дождь там лежа чего шла вышел говорит три 400 дина куда куда ты летишь давайте кривой пересказа 4 русская мафия горько жалеет о том что убила безобидное домашнее животное безобидное домашнее животное горько жалеет парни никто не даст ответ или что алексей это фильм да но только один вариант у меня есть это рону и да это же да 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 и приходит в офис и разносит их весь офис помнишь он к нему поднимается потом такой стоп подожди русские мафини бред какой-то мнение на русский бы алексей выбирайте вопрос время пошло зачем надо жрать капусту если есть картошка я не знаю откуда это и это не лукашенко время сильно минусы если не угадаю я предположу что это stalker потому что пусть это будет stalker нет это не stalker время кончилось это gta 4 у меня чат угадал до gta 4 да и у меня тоже кстати почему ребята это единственная часть гитов которые не играл ребята всеми константин а алексей прошу прощения все выбирает вопрос итак угадай актера по карьере то это я нажал кто я нажал на нажать еще да алексей вы нажали николас кейч да я карьера скатилась нежным комом с самого верха до второсортных фильмов да это николас кейч и так чат угадал дача красавцы идем дальше алексей выбирайте когда актера по карьере за 1000 вот это будет интересно сложнее всего будет вспомнить имя боже да блин а я нажала имя реально вылетела с головы я кстати обожаю хотя нет хотя нет несложно если есть черная вылетела вылетела дина ну ладно один из этих ли обратно она кстати на самом деле на площадку чужого попала случайно фактически из толпы съемочной группы выдернули блин просто вылетел алексей алексей или константин вы сможете сказать да а это что с вопросом с подвохом с чем это это просто вопрос сигурни вырывается вперед 33 мы недавно на стримах пересматривали чужого первую вторую третью часть они чужие самые большие 3 3 эти фильмы не занятного из этих 3 такое итак алексей давайте добьем результат поезд сделал бум о боже как же знакома поезд сделал бум да а я по вам понял попробую но мне кажется могу ошибиться давай это может быть овервотч нет нет жалко это не может быть метро ребят есть время нажми это голове террориста не нажала слишком фривольно как-то пробую и так головдюти black ops до black ops 3 выбирают вот выбирай жанг который джанку тут прыгающий ангас молоденный до джанка освобожденный игривые 2020 давайте ну давайте сиквел который ждали все но практически никто не оказался к нему готов что объясняет реакцию интернет сообщества секунд ну сиквел ласта фас вышел это правильный ответ идем дальше на стопаде окей 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 придали вина любовь смерть и сериалы у по вообще этот сериал антологии история мрачной стороне отношений человеческой природы и новых технологий но большинство помнят его за первую серию про премьер-министра великобритании и свинью назовите этот сериал это кривое зеркало конечно же какое зеркало на грани на грани константин на грани выбираете мультики для 1000 шутка за шуткой то в русском дубляже трилогии как приручить дракона озвучил михаил боярский точнее кого может можно дракону дракона я не знаю драконы не разговаривали но они типа шипели смотря как нет ты не смотрел как приучить друг мне пишем агартаньяна на наставнику викинга спасибо большое батя за 50 так выбирайте любовь смерти сериалы 600 каком году вышел первый сезон культовый сериала lost в каком году в каком городе кажется он такой старый или 2004 готов разминировать ну не не терять поехали ладно какой и так я думал что ну вот вот тоже краски блин я думал 6 6 пусть будет четвертый год все таки вот да это правильный ответ 2000 вертый год почти вышел из минуса один вопрос и ты уже в плюсе так продолжим сериалы вопрос без риска внешне главного героя комикса пацаны была срисована с этого известного актера ты в адаптации от amazon он получил роль но уже протагонист они его отца назовите постоянного напарника этого актера и напарника блин какой-то запутанный вопрос если честно погоди вне цыган герой комикс с этого известного актера не я не знаю ответ на этот вопрос сразу сто процентов них прост правильный ответ ух не нет хорошо хотя бы из риска но ты что балл жалко конечно это тяжелый вопрос будет не к юре не к юре и так константин выбирайте добьем сериала 1000 боже вопрос секретом вам нужно дать вопрос алексей вопрос за 1000 друзья культовый сериал его герои молодые люди имеющие самые разные увлечения моника любит готовить рост работает музей джоуи актер а чем зарабатывает на жизнь чендлер чендлером своим зарабатывать не знаю я не буду даже в чат смотреть я не знаю я нежно дышše от lets me drill я не смотрел я не знаю это неправильный ответ алексей правильный разне неизвестно непонятно до конца сериала никто не знал чем зарабатывает нет неправильная Ты сказал, что ты не смотрел, если бы ты сказал. Подожди, я сказал не знаю, потому что никто не знал. Но если бы ты сказал неизвестно, я бы принял этот ответ, Алексей. Осталось тайной до конца сериала. Правильный ответ можно зачесть неизвестно, непонятно, но не не знаю. Спасибо за вопросы. Итак, Алексей, выбирайся. Костя, как ты мог потопить Алексея? Костя, Костя, мы даже с тобой еще не знакомы так хорошо. Засчитай, ребята, ответ... Ну вот, согласитесь, что ответ был не совсем в том русле, в котором его можно было засчитать. Конечно, конечно. Так, ну, я снова пока-пока что. Итак, вопрос с отставкой. Поехали. А сейчас ставит Алексей. Давайте ставка. Семьсот. Один, блин. А там минимум... Ну, давайте 800. И... Ну, Константин у нас не ставит. А, Алексей. Пусть играет. Дина. Вопрос со ставкой на 800. Под аккомпанемент, как драйвовой музыки, главный герой игры уничтожает орды нечисти. Главное, не забывайте попадать в ритм. А, подождите. Главное, не забывать попадать в ритм. А, стоп. Я знаю, что это за игра, но как вспомнить ее название? Нет, стоп. Если это... Это очень легко по идее. Я знаю, я понимаю, игру, но не знаю, песня это вообще без понятия. А почему попадать в ритм? Ну, там фишка в том, что в этой игре прям... Это такая... Такой ритм слэшер. А, слэшер это? В нее играли. Неправильно. Там рубишь всех подряд. Я не помню. Кто-то скажет. А, будет спермин, Дина. Да-да-да. Будет спермин. Кто? Нет, стоп. Походу, нет, а потом ладно. Я тоже. У меня что-то вообще не угадал. Итак, выбирай, Дина. Понятно, подтопил меня Алексей. Ну что, давайте, пока извините. Вопрос со ставкой снова. Итак, Дина, блин, делай ставку. Спасибо за игру, Константин. Они не спускаются ко мне, нормально. Я ставлю номинал 600. 600. Алексей. Ну давай, отвечу вот так. Ну и в этот раз снова без Константина, поскольку он в минусе. Дина. Блин, ну давайте я рискнула 800. Ну ты, господи, ты боже мой, ну играй. Раз так хочет. Вопрос. Самый долгий и дорогостоящий рекламный ролик в истории. Ё-моё. Подождите, а почему ты не связываешься? И я заранее скажу, Алексей выходит в плюс. Чего ты решил, что я не знаю? Ну попробуй, остается 5 секунд. Блин, может это целый какой-нибудь рекламный фильм получился в истории. Ролик, прикинь, ролик рекламный. Рекламный ролик. Прежде всего там полнометражный фильм. Ответ, Дина. Что здесь крупных компаний? 2, 3, 2, 1, 0. Давайте приплыжу, что Apple что-то такое сняли. Что? Apple. Нет, это неверный ответ. Правильный ответ. Лего муви. Аси Алексей выходит вперед на 100 очков. Наконец-то. Это официально считается клава-ролик? Это можно было угадать, совершенно важно. Так. Ой, кривой пересказ выбрал за Дину я, получается. А, просто богатый мужчина просто хотел забраться на гору, а в итоге застревает на несколько лет в деревне. Богатый мужчина. Богатый мужчина на гору, да. Что-то типа похоже на какого-нибудь дантиста. 7 лет в Тибете. Ты не так вот уже дантист какой-то с этим ужасом. Даже чат не у кого-то вообще. Как господи, мне вылетело из головы, как их зовут мужа Джорджа Ли звали, точнее они же развелись. Как его звали? Брэд Питт. Брэд Питт. Наш ведущий даже Брэда Питтт забыл. Запротоколируйте, пожалуйста. Брэд Питт. Очень рукастый главный герой этого мультфильма говорит о себе следующее. Я плохой, это хорошо, я не стану хорошим, но это неплохо. Назовите его имя. Это гадкий я? Вот я тоже не могу. Нет. А имя-то его не гадкий, я дорогая. Минус 400. Алексей Константин какой-то ответ. Да я чат увидел, я не буду писать. Так. Подожди, я подумал. Остается... Подожди, подожди, сейчас, 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 сейчас. Это что-то очень знакомое. Да. Ну как оказывается, потом. Рай! Рай! Час молодцы, молодцы, час молодцы. Час молодцы, час молодцы. Я мог это не вспомнить, господи. Час ответил, да. Я знал это. Ладно. Давайте добьем кривой пересказ. Протагонист сначала делает вещи и только потом понимает, зачем он их делает. Опа. Господи, что это вообще-то такие вот тут. Делает, а потом понимает, зачем. По-буду им кто-то управляет. Может, какой-нибудь Мементо. Кто? Мементо? Мементо? Правильный фильм «Довод». Я бы не посмотрел, как не посмотрела. А, ты не посмотрел довод? Это очень интересно. И так, Дина, выбирайте мне тоже. Но мне не зашел, честно. Хотя я люблю на лун. Мультики. Самый культовый шедевр, покоривший миллион сердец и доказавший, что будучи чудовищем, можно жениться на красавице. Блин, мне кажется, там подвох, да? Ну, это не красавица и чудовище, Дина, да, если ты хочешь сказать красавица и чудовище, это крайне очевидно для такого вопроса. Ну, типа, я подразумеваю, Дина, и так, какой ты ответ говоришь? Ты знаешь, Дин, скорее всего. Красавица и чудовище. Ставище, это Шрек. Да, это верный ответ, Алексей. 2-100. Я ухожу в ноль. Дина, вернусь. Дина, добро пожаловать в клуб. К тому, с чего начинала. Итак, Алексей, выбирайте. Игревый 20-2800. Главное разочарование года для всех любителей классических RTC. Ну, вот я не любитель RTC классических. И кто, что они там разочаровались? Что у них там вышло? Блин, посмотрел опять чат. Все, идите. Итак, это Warcraft 3, репортит. Да, там говорили, что-то что-то не то сделали, ребята. Мне там озвучка не понравилась, на самом деле, русская. Итак, Алексей, игревый 2020-й. Последний вопрос за тысячу. Нажимайте. Можете нажать или нет? Не, не могу, не могу, не могу. Тогда мы автоматом выберем. Ремейк культовой игры, в котором нет ни зомби, ни демонов, ни инопланетян, от автора весьма спорной третьей части. Сделал, нажал. Мафия? Да, это правильный ответ, Алексей. Бау! Дефинит Эдишн. Три-сто, Алексей, три-сто. Есть у меня ощущение, чатики, что Дмитрий Ликс болеет за одного из игроков? Ни в коем случае, ни в коем случае, Дина, я уверен, что сейчас у тебя получится. Третий раунд, сборная Солянка. Смотрим темы. Урок литературы цитаты, мультики для взрослых, ретро-игры языком зануд, угадай фильм по стоп-кадру, угадай сериал по музыке из заставки. И все. Итак, начинает у нас Константин. Так, давайте попробуем угадать фильм по стоп-кадру 900 лак сразу, прям сходу. Ого. Фильм по стоп-кадру 900, смотрим стоп-кадр. О, я бы сказал, наверное, даже попробовал. Матрица, матрица. Да, это верный ответ. Вы че? Киноман, просто киноман, 4 тысячи очков. Это же имба, матрица, это имба. Будет ли где-то пак? Это Киану Ривз. Это Киану Ривз. Итак. Ох. Интересно. Можно уже нажимать, а вот сейчас как... О, я нашел! Дина! Это Форст Гамм, по-моему. Нет, это неправильный ответ. Он дал правильный-правильный. Осторожно тронит Дмитрий Ликс. Жулик, какой-то ведущим. Я думал сразу, он же нажимает. Ну ладно. Мультики для взрослых. Опа. А-то не запрещенка. Я не знаю. Ик эмотье. Какую букву мы пропустили название известного мультсериала? Ну что же это может быть? Это же оно. Это же оно? Я нажимаю, они не получаются. Такая буква? Ррррр. Рррр. Рррр. Рраярр. Ррррр. А он нуждается в книгах. Какой меч в точильном камне, чтобы не затупиться? Как меч в точильном камне, чтобы не затупиться? Песни льда и пламени. Да, Дина, это правильный ответ. Это Динина, вот эта директория, траектория. Да, 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 там Дина шарит в этом, как рыбу в воде. Директория, траектория, категория. Алексей, у нас в рыбе. Сразу рифмы, да, поехали. Давайте ретро-игры и языком Дмитрия Ликсом. Опа, это... Пошел троллик. Два антропараморфных представителей семейства бесхвостных земноводных с кистями рук и стопами ног, способными к резкому увеличению размеров, причиняют вред своим многочисленным врагам в рукопашных схватках, а также занимаются скоростной ездой. Назовите игру. Ну, наверное, Тинэдж, Ниндзя, Мютон, Ниндзя, Тёртл, Черепашки, короче, Ниндзя. Отличный английский, Дина, но ответ неверный. Я, конечно, могу попробовать. Алексей, попробуй. А, я знаю, блин, я поняла, что это. Может быть, это Баттл Тоддс? Да, Алексей, абсолютно точно. Это Баттл Тоддс. Ну, это примерно мой возраст, да, я в них играл. Итак, хорошо. Хорошо, угадай фильм по стоп-кадеру. Вопрос со ставкой. Блин, я на этих ставках просто все проиграла. А где найти нельзя ставить, я не знаю, это азартно очень. Это правда мне нельзя ставить. 700. Итак, Алексей играет за 700. Как хитро, как хитро. А я не могу меньше поставить, я не могу. Там не полный час. Вопрос. А, о, о, о. Стоп-кадр, собственно говоря. Стоп. У меня только есть один вариант. Италии, вы можете его сказать. Мехардом, что не Хардом, и знать, фильм. А мне что надо говорить уже, да, Алексей, у тебя стоит буквально, что я только один вариант, только начало. Только начало. А конец. Это началось. Конца-то не у меня. У меня был вариант, короче, он играет такую же роль, только с Виллом Смита. Ой, господи, с супрюсом Уиллисом, помните? Алексей, красиво, начало, начало. Итак, Алексей, выбирайте. Что неважно. Мы не помним, выбирайте. Спасибо за все, что я сказал, пока. Угадайте сериал подбор. И запили, вылетел. Я вылетел? Что все были? Дина. Петля времени. Алексей, вы же сказали, и все вылетели. У меня тут конект плохой, но я вас один что-то сделал. А, зависли, просто перезайдите в рыбай. Он в петле. Все или что? Я нет. Обновите все. А я тоже? А мне нужно перезайти? Я просто не завис, вроде. Я зависла у вас, ребят. Ликс. Да, Алексей, все нормально. Все великолепно, все великолепно. Угадайте сериал по музыке и заставке. Ага. Поехали. Ах, блин, рано жало. Нажимайте раньше времени. Не выкинул с работы. В одной из этих ужасных целей. Это, даже я не знаю. А, блин. Актерн не успел. Алексей. Моя прекрасная няня. Вы мой прекрасный, Алексей. Абсолютно прав. Я звать его, Дмитриевый. Итак, дальше идем. Алексей, выбирайте вопрос. Давайте. Здорово, Гоба. Тут главное, кто первый нажмет. Да, да. Я готовлю свои пальчики. Я тисикэфл. Помните, вот это здание, которое с этими сарками или с какого-нибудь. Я помню, тисикэфл, он очень четкий был такой седой. Да блин! Алексей, ваш ответ. Санта-барбар. Абсолютно верно. Алексей, выбирай. Что такое? Алексей сидит на кнопке. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как это, пока Алексей сидит на кнопке, другие есть. Ладно. О, я знаю. Знаешь? Да. Это Мобиуми-сериал. Давай, Дин, я не знаю. Итак. кстати обманула что это мой любимый сериал чтобы сбить вас кстати обманул что знал один лик закрой ответы какая разница ответы вы только можете видеть вы не смотрите все ребята не видят их ниже себя на стриме каждый и так выбирайте я у тебя на стриме не и неудимые у себя и у меня на стриме шутка была если что урок литературы но это вопрос еще слушай это дабл просто дабл я не знаю как сказать назовите книгу когда говорю взрослым я видел красивый дом из розового кирпича в окнах у него герания на крыше голуби они никак не могут представить себе этот дом им надо сказать я видел дом за 100 тысяч франц и тогда они восклицают какая красота да это маленький принц крутая кстати книга рекомендую прочтению всем причем я бы рекомендовал несколько раз на разных этапах вашего взросления а у нас можно в кадре кушать потерпите создавите книгу не шалю никого не трогаю починяю примус еще так это мастер маргарита от бегемот от беги может мастер маргарита да это правильно это правильно это правильно 3 600 алексей дина вас догоняет я же говорю там вот это вот ее категория давайте прыгнем в другой разоружен ведущий дмитрий ликс и давай константин константин это твой шанс вопрос представители рода крупных истребиных птиц окруженный кладкой из искусственных камней нуждается в защите от гусеничной бронетехники ну ты знаешь это фильм назвать в данном случае скорее всего это либо фильм либо игра эта игра это ретро игра блин я поняла о чем речь я подумал просто да это правильно такое писание не сразу поздравляю 3 плюс 300 ой мультики для взрослых выбрал случайно но отвечайте в этом материале необычно все девушка в качестве на героини авторы умело используют комиксный сеттинг а главное сквозь весь треший угар пробивают ценные мысли пробивать ценами санзати с кем рассталась главной героиня накануне до начала событий мультики именно мультики воронин увидим а с парнем рассталась джокер у меня чат угадал молодцы у меня чат ничего не пишет почему-то у меня чат угадал молодцы может им у тебя чат отвалился нет не знаю нет вроде здесь угадал канубис ты написал после того как уже ответ был не и так выбирайте константин так продолжим мультики для взрослых после смерти именно этого персонажа главный герой одного американского сатирического мультфильма имеет привычку называть всех вокруг сволочами кенни они убили кенни сволочи south park правильно 4 200 сволочи да ребята угадали у меня и так дина выбирая категорию мозрика угадай сериал по моему и и время меня прям очень активно пропихивает один вариант ну я уже послую поэтому я глянула в чат и я не прям головану к узнаем пусть будет пила ведущий подсказал а уже ничего пила я не знаю что это не смотрел так это же не смотрел про супергерои да может еще да ну ладно скантину ватка считаете ответ без риска был сорви голова ответ я так подсказываю что невозможно понять итак выбирайте константин а дина были пожалуйста тыкните мышкой главный герой этой игры мутировавшие но это не точно представители отряда насекомоядных радикально сменивший свою анатомию получивший возможность двигаться со скоростью превышающую скорость звука назовите героя алексей вы зоник да это ешь соник абсолютно конечно блин я тоже потому про соника но но тут вариантов других чем питаются ежи то не моя первая в голове какой-то червяк джимми типа у меня тело пишет sony качко ставлю ежики хищные хищники вообще-то они и животных едят других не все кота на даче съел серьезно говорит что по это это сериал или что это фильм пока почему не нажал да это правильно как нажимать на эту кнопку ёжик это зубастик он же нажимаем нажимайте выбирайте категории еще еще ретро игры вопрос секретом вам нужно отдать вопрос кому-то константин выходит из минуса ретро игры языком зануд поехали вопрос и просто вопрос разрушитель исторических памятников и уничтожитель культурных ценностей вместе с всадницей воительницы и уродливым карликом обычно охраняющим подземные сокровища спасают мир от великого зла назовите игру ой очень хочется подсказать но я не знаю что это константин я вижу константин каким дезодорантом ты пользуешься антипреспирантом out spice и допустим допустим ну тогда минус получается минус golden x эта игра называется зла я тоже не знал ты игры константин я не знал это правильно или нет мне чат писал но и зал то я просто даже такую я не помню тоже был next сориант так поехали по картинке нас попросили чуть-чуть с курицем а мы еще спустим вами думаю там пять вот три вопроса осталось и так что-то знакомое чел пишет брат 3 и ночи знакомые что-то это большой и так выбирайте сериал по музыке так поехали подогнали о я знаю боли кто первый нажмет за двоих алексей зачарованы да это правильно ответ 8 300 алексей итак выбирайте алексей ретро игры давать добьем грызуны семейства беличек преимущественно обитающие северной америки названные в честь крупнейшего мастера английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма торопливо передвигаются для оказания облегчающего содействия переклики дина в этот раз перекликала 2000 разница есть шанс выиграть есть шанс опередить алексея дина давайте литературу но сразу же назовите книгу бессонница это очень серьезно все вам все вокруг кажется таким далеким копии снятой копии сделаны с еще одной копии бессонница встают вокруг как стена ты не можешь ни до чего дотронуться и ничто не может дотронуться до тебя назовите книгу бессонница это очень серьезно все что-то из кинга это байсовский клуб они написали тоже мульт мэн shut up and take my money пришел к нам из этого мультсериала футурама да правильно алексей я не знаю как вы нажимаете реально слава богу не стал симпсоны и бумба-бумба алексей выбирайте грустная комедия никогда популярным любимым народным коне актере популярного ситкома который пытается разобраться в себе и заново найти свое место в этом мире людей и зверей мультики для взрослого конь боджек да один откуда ты это знаешь я не смотрела но это единственный мультик про коня у дина шанс а нет шанса нет так что выберут но если там у нее сейчас будет например вопрос со ставкой не она поставит all-in она выгодно выбирай давай выбираю же вопрос со ставкой о идейной категории алексей и так ставка 1 а ну тут судя по всему сколько мне там нужно почему он нужно поставить 1700 до еще даже за ты зал и лишь до безразницы 1800 и так алексей нал еще будет нам надо тогда точно ускоряться финале а да там один вопрос алексей и так дина за 1700 вопрос ценою победу главный герой романа марсианин на протяжении долгого времени решал проблемы со связью землей что содержало первое текстовое сообщение отправленное им да у нас проблема я не смотрела и не читала то да ну что 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 он я смотрел но я не помню текстовое сообщение правильно им домой что он мог сказать что ты мне отправила недавно но это было фото дима итак дина ответ привет андрей ответ может либо середине текстовое давай быстрее ответ дружу привет он написал что-то важное что нет ответ дина я тебя люблю там что ли да итак алексей финале финал алексей что вы чувствуете вы скажите бывает верный бывает и неверный он может быстрым быть а может быть размыт нужно писать делайте ваши ставки можете делать ставки нажать ничего можем делать ставки сколько надо ставить вот так а как писать просто написать там нужно по моему а куда внизу вот вы написали же до дерева написала я не могу я сделала ставку написать пока негде ну на всякий случай в голове держите вариант свой окей я вот в чате могу написать не отчасти не надо не надо не напишите у себя в голове держите просто и все, мы вам доверяем. Может, просто сейчас еще надо будет... А, вот, время пошло, все, теперь пишите, да. Я просто не знал, как она работает. Так, все, я отправила. Я тоже. Но это, если это не так, то, Дина, поздравляю с победой. Итак, все, все написали? Да. Итак, ознакомимся с ответами игроков. Ответ, Дина, блин. Ответ. Оригинально. Да, это так, действительно, великолепно. Ответ. Ставка 6999. А, Алексей? Алексей? Ответ, Алексея? Ответ. Ставка? 9500. Алексей, вобам! Спасибо, спасибо, Алексей. Ну, это очень какой-то странный вопрос, на самом деле. Ну, ладно. Вопрос с изюминкой, с подвохом. Ну, мои поздравления, поздравления. Поздравляю, спасибо, спасибо. Вы подло жаркой. Все можно выходить. Было очень жарко. Так, все, выходи из Верн...